привет всем кто смотрит канал сумерки богов это канал для тех кому не безразлична судьба музыкального театра в россии в мире теперь нас можно смотреть и в телеграме ссылку вы найдете в описании к этому видео два последних выпуска посвященные питерским театрам вызвали какой-то небывалый ажиотаж и сотни новых подписчиков спасибо всем кто подписался чувствуется что в городе на невес критика еще хуже чем в столице сегодня я расскажу о концерте в большом зале петербургской филармонии но о концерте самого громкого российского гастролера завтра эта же программа будет повторена в москве поэтому думаю всем будет интересно послушать когда в декабре я рассказал вам о концерте в котором пермский оркестр музыка и терна под управлением теодора курензиса исполнил программу из произведений рахманинова то объявил что с этой темой прощаюсь до марта конечно я знал что русский грек каждый месяц наведывается в российские столицы с новой программы ну вместо того чтобы улучшать афишу подведомственного ему театра и его можно понять сидеть на месте и заниматься своей публикой не только скучно но и не выгодно то ли дело каждый месяц вывозить в москву или вену с берлином новую концертную программу это естественно интереснее и намного прибыльнее гонорары за концерты которые получают дирижеры в подобных турне стабильно растут ты все время на виду я тебе пишет восторженные рецензии ну а вместо этого вы предлагаете худруку театра сидеть дома и поднимать уровень этого театра вот скукотищи то небольшие прикидки показывают что аренды любого зала например в москве сегодня окупается после уплаты каждым зрителям примерно 500 600 рублей при стоимости билетов на курензиаса в 20 а то и 30 тысяч получается что все остальное это сверхприбыль организаторов концерта кстати тут зарядье случайно вывесила наконец организаторов концерта курензиаса мы все их искали оказалось что это какая-то контора рогая копыта под названием ооо smart group во главе с татьяной богдановой не солидно как то что концерты величайшего музыканта современности организуют фирмы однодневки в уставной деятельности которой указаны продажи текстиля в розницу и разборка зданий но я не удивлен что не чистоплотные люди от искусства связываются с такими же дельцами от бизнеса как-то это у нас стране в порядке вещей даже странно было бы если бы наоборот по имеющимся у меня данным за концерт москве оркестр с дирижером получает порядка 110 тысяч евро или 8 миллионов 600 тысяч рублей думаю что в питере поменьше а в заряде например побольше но это средний гонорар вероятно половину забирает курензиас которому я уверен на западе больше двадцатки никто не платит да это половину на налоги нужно отдать остальное идет музыкантам которые как мы знаем живут этим проектом и им надо в месяц иметь поболее чем в других оркестрах страны иначе все они тут же смоются туда где платят больше и про свою любовь к пермскому христу в темнице забудут в один момент я так долго говорю о презренном металле только потому что в комментариях очень часто появляются женщины которые рассказывают мне еще дольше о божественной составляющей в творчестве федора ивановича а его великой мессианской роли выдающегося просветителя с другой стороны людей которые уже поняли что их как принято говорить теперь тупо разводят на бабло становится все больше и в моем сообществе фб уже многие перестают покупать билеты хотя бы потому что потом непроданные раздают фанаткам и они счастливицы выседают на халяву с теми кто платил за билет согласитесь это тоже мерзко почему одни должны платить 20 тысяч за себя и за ту старушку причем совсем не нищебродку а просто ловкую халявщицу коих вокруг таких фигур как курензис крутится сотнями поэтому когда мои зрители буквально требует от меня отчета о каждом концерте курензиса я отвечаю столько не заработал а на халяву ходить мне давно стыдно в отличие от питерской около музыкальной мишпухи которые за 1000 рублей удавятся а тут на курензиса стоило по 15 но для меня то после московских цент питерский выглядит детским садом и я оказавшись в культурной столице решил воспользоваться дешевизной в кавычках и остался чтобы посмотреть что такое музыка и терна в питере да и программа здесь была интереснее вместе со скрипичным концертом чайковского в питере звучала четвертая симфония композитора а в москве и вроде быть не должно чайковский в программе не случайно на этот раз все российские концерты это репетиция перед первым для оркестра турне в японии а какой же дурак поедет туда без чайковского это старое правило давно и навсегда закрепившиеся за всеми гастролерами немцы везут в японию бетховена и брамса русский чайковского и тогда успех гастролем обеспечен а следующие турные начнут обсуждать уже в первый день приезда пермяков страну восходящего солнца и так пробившись через толпу питерских фанатов курензиса добившись и так называемых проходок я сразу заметил первое отличие бомонда поменьше около музыкальной общественности побольше москве это сейчас наоборот бывает думаю что после концерта все они пошли дергать модного маэстро за полу его траурные распашонки хотя свое время а все они тут курензиса проклили и работы ему не нашлось в питере в ютюбе сейчас еще кажется висит запись пятой симфонии чайковского который курензис дирижирует а играет и штутгартский его оркестр и там если вы найдете и послушать очень заметно что в музыке этой дирижер выступает куда как большим традиционалистам и наследником старой питерской школы нет там никаких революционных откровений как нас уверяют без которых курензис никогда не обходится обходится еще как если надо после зальцбургского бетховена а я слышал вторую и пятую симфонии вообще стало понятно что курензис вполне себе гибко приспосабливается к месту и аудитории и то что позволяет себе в россии на западе не всегда столь же очевидно да и концепция у него гибкая на бис он играл например снова пятую но иначе чем в основной программе четвертая симфония русского классика создана по его же собственному мнению с учетом идеи 5 симфонии бетховена столкновение индивидуума с судьбой бетховен хотел видеть своего героя борцом чайковский слабым человеком даже очень слабым и когда мы сегодня слушаем записи светланова или мравинского то понимаем что они как боги могли в этого слабенького зависимого от подачи к богачке фон мег человечка вдохнуть поистине бетховенскую мощь и героев четвертой симфонии побеждал ему еще рано было умирать ведь впереди были и 5 и 6 симфония еще успеет отдать концы что называется но судя по тому что в карнавальной пестроте курензиской 5 бетховена герой потерялся и стал скорее романтическим интеллигентом чем классицистским титаном можно было ожидать что в четвертой симфонии чайковского нам тоже не дождаться таких высот так примерно и вышло курензис выражил 40 минут в крайних частях он был предельно осторожен и аккуратен хотя в финале казалось что сейчас собьет оркестр сенкопах но нет выбрались хочется верить что так будет всегда в рахманин не все так удавалось зато во второй и третьей частях было все как я люблю быстро медленно быстро громко тихо громко интересно в его арсенале есть еще какие-то приемы кроме мгновенных переходов от так называемых шести пьяных так называемым шести форта кому как мне не понравилось что благодаря этому он причесал мужицкое ухорство она вдруг зашагала в ногу как военная процессия жалко что в программке не написали на этот раз полный состав оркестра кто знает напишите в комментах фамилии кларнетиста габаиста и флейтистки они на славу потрудились и их стоило бы отметить все понимают прекрасно что курензиса в любой музыке слишком много то есть буквально он выпирает между нот смотрите мол это мое видение бетховена или чайковского сама по себе музыка не имеет никакого значения есть только я и моя агогика мои карнавальные темпы мой ярмарочный балаган ну разве это не прелесть нет маэстро это вовсе даже не прелесть и даже очень глупо так пытаться подменить собой классиков но желание сыграть как-нибудь не так как другие как-то выделиться на фоне других дирижеров может быть похвально увы если это желание единственное что у вас есть за душой тогда извините лично мне это не интересно а если бы было интересно я бы пошел послушал какой-нибудь аттракцион знаете сейчас много такого то на овощах играют то дирижер клоун есть такие концерты шоу музыка и терна вроде играет не на овощах но иногда дирижируют ими точно коверный только настоящий цирковой клоун может так отчаянно скакать по манеру с ним им криком полюбите меня не за внешность а за внутреннее содержание а многочисленные фанатки продолжают любить его именно за внешность иногда даже жалко маэстро он тратит столько сил чтобы доказать свое право находиться в сонме великих дирижеров а любит его за рост пластику хвостик на голове обтянутые леггинсом ноги ну и за иностранность конечно это вечная привязанность русского человека к трике или французиком из бордо и ничего не остается курензису как пользовать эту любовь публике в этом он недалеко ушел от чайковского который пользовал ту же фон мек хороший у него был пассаж в дневниках когда надежда филаретовна послала ему какие-то старинные французские часы а он написал вроде как дура лучше бы деньгами вот и курензис все время говорит в интервью что его поклонники любят не его а тот образ который они сочинили ну лучше деньгами зная мою искреннюю любовь курензису как музыканту они махинатору мне все время рассказывают разные олигархи и богатые люди про то как дирижер просил у них деньги суммы называется фантастические 250 миллионов рублей на запись диска например я думаю все время это же плохо что те кто дает курензису сейчас мало денег но такое все же не раскошеливаются может он бы успокоился перестал бы нам и себе доказывать что ему место на олимпе да я очень рад что в первом отделении я не слышал патрицию капачинскую который будет играть этот концерт москве запись концерта чайковского капачинской с курензисом есть в сети и я прямо ненавижу ее там все время жужжание какое-то вместо звука но зато понтов тоже много играет босиком в немыслимых нарядах очень часто по нотам карл солист играет концерты по нотам ну и все такое а курензис считает что она лучшего эстраха не верю в питере сольную партию играл молодой скрипач айлен причин тоже кстати питерские поэтому был естественно обречен на успех ученик грача он на редкость не похож на многих других его учеников скрипач он очень тонкий даже нежный вот беда звук тихий его не хватает на те места где даже курензис уже не может сдерживать тути кстати в качестве аккомпанемента оркестр в этот вечер был предельно деликатен тут ничего не скажешь были упричина прямо замечательные места например начало второй части но в финалах он вы терялся во втором отделении он стал именно встал за первый пульт и играл с оркестром симфонию представляете стоял и не вихлялся как это делают местные первые скрипки играл но телом худрука не изображал как все остальные в этой группе завершение хочу сказать что чайковский конечно у курензиса лучше рахманинова звучит но на московский концерт не рвитесь там и дороже и симфонии нет и копачинская басая а я надеюсь тот вечер когда она будет топтать сцену зала чайковского сходить на концерт магдалены кожены в зал и зарядье там и увидимся спасибо что сегодня были с нами подписывайтесь на наш канал здесь и в телеграме помните что мы экономим ваше время и ваши деньги и до новых встреч на канале сумерки богов и и Субтитры создавал DimaTorzok